Приветствую всех зрителей канала. Сегодня тема Пекинская биржа. В предыдущем видео по Китаю некоторые аспекты своего отношения к китайским акциям я уже обозначил. Сейчас хотелось бы уточнить немножко то, что было возможно непонятно кому-то из предыдущего видео. Я хочу сказать более точно что же меня интересует. Меня интересуют биотехнологические компании и технологические компании. Компании, которые будут являться стратегическими компаниями для Китая в его борьбе с западом, с американцами и прочим миром, который будет пытаться обойти Китай в своем экономическом развитии. Поэтому эти компании, технологии, биотехнологии я считаю главными для меня в работе и в принципе готов их покупать на американской бирже. Но возможно, если будет такая возможность появится, то покупать их и на пекинской бирже. Почему именно на пекинской, я чуть позже объясню. Сейчас мнения разделились на желающих все продать из китайского и бежать, и на тех, кто готов подбирать. Я готов в принципе подбирать на американских биржах, не думаю, что делистинг будет проходить в какой-то брутальной форме. Поэтому некоторые технологии на небольшие суммы я готов подбирать. Но больше всего интереса, конечно, у меня будет по пекинской бирже. Я не являюсь специалистом по Китаю и пытаюсь оценить китайские события с точки зрения бизнес-логики. В Китае я знаю, и все это знают, свои бизнес-традиции в части отношения к бирже и в части отношения к компаниям, как мы знаем, последние события. И возможно, Китай мог бы наплевать на остальной мир, если бы не был заинтересован, как мне кажется, в серьезных инвестициях и в серьезном росте своего, в том числе, биржевого рынка, иначе бы он не открывал пекинскую биржу. Итак, пока я склонен считать, что Китай очень заинтересован в дополнительных инвестициях, в том числе иностранных, и открытие пекинской биржи – это именно тот шаг, который может ему помочь в этом. Почему Китай открывает эту биржу? Я полагаю, ответ достаточно простой. Если вы хотите получить наибольший доход с ярмарки, открывайте ее в своем городе. Какие задачи будет решать Китайская биржа? Мне кажется, тут есть скрытые задачи и явные. Явная задача – это, может быть, именно привлечение капитала. И скрытая задача – это давление на существующих, так называемых, НЭПМАНов китайской экономики. Что я под этим имею в виду? Китайская биржа – это те компании, которые не являются стратегическими для Китая, но являются такими разжиревшими корпорациями, которых можно немножечко обложить налогами. Для привлечения иностранных капиталов Китай должен будет решить многие вопросы, и, в частности, по страхованию рисков и по рыночности и прозрачности компаний, которые будут туда входить. Рыночность – это наиболее трудный аспект, потому что если компании будут облагаемы дополнительным налогом, то о какой рыночности мы можем говорить. И вот здесь, для того, чтобы показать лицо рыночности биржи, возможно, китайцы будут давать зеленый свет именно стратегическим и технологическим компаниям, рост которых, я полагаю, может быть очень значительным. Для чего? Для того, чтобы привлечь дополнительные средства от иностранных инвесторов – это первое. И второй немаловажный скрытый мотив – это нэпманы китайской экономики, которые увидят отношение к этим новым стратегическим компаниям, которые явно вряд ли будут обозначены китайским правительством, а, скорее всего, будут просто получать, возможно, какие-то субсидии через какие-то другие компании, то нэпманы увидят эту ситуацию и будут побуждаемы таким косвенным путем для развития тех же технологических инноваций, которые помогут Китаю стать еще сильнее в мире. Я полагаю, на пекинской бирже могут появиться новые технологические компании, какие-то компании будут выходить на ИПО, возможно, достаточно много компаний будет выходить на первичное размещение. В первичном размещении, если количество компаний будет слишком велико, то я не готов участвовать. Если количество компаний будет ограничено, это может быть рекламным шагом для китайского народа и для иностранных инвесторов о том, что, допустим, десяток или два десятка новых технологических компаний, выходящих на ИПО, могут стартовать очень хорошо, быстро и высоко, дабы таким образом провести некую рекламную кампанию о том, чего стоит китайская биржа и как легко на ней добиться успеха, в том числе и инвесторам и трейдерам. Это все только гипотетические мои рассуждения, все может быть на самом деле не так. Я торгую не первый год и не первое десятилетие на бирже, поэтому могу предположить все, что угодно. Кто имеет свои гипотезы, просьба выкладывать их в видео или где-то на сайтах, с удовольствием ознакомлюсь. Всем удачных сделок, не спеша и аккуратно.